Конкурс, организованный модельным агентством New Models, проводился в Международный женский день и состоял из нескольких этапов. Сначала жюри оценивало спортивные возможности конкурсанток. Ведь многие из тех, кто приезжает на Роза Хутор, либо лыжники, либо сноубордисты. Но попадались и новички. В Сочи я первый раз. И, наверное, это стало основным критерием, почему я сюда приехала. И я хотела попытаться стать на лыжи. У меня это получилось. И я благодарна Роза Хутор за это. А уже на импровизированной сцене девушки показывали себя в спортивной одежде. Идет она бесспорно всем, но вот умение ее продемонстрировать дается не каждой. Но каждая стремилась показать способность быстро перевоплощаться, а еще артистизм, обаяние ум и красоту. Из 14 претенденток на звание Мисс Роза Хутор 2016 необходимо было выбрать только одну. Как в любом конкурсе мы оцениваем красоту, хотя это очень субъективная история. Обаяние, активность, спортивность. Этот конкурс у нас проходит уже третий год. Такого масштаба в первый раз мы привлекли большое количество партнеров, которые поддерживают нас. Показали себя девушки и в джинсовой одежде. География участниц конкурса обширная. Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Ставрополь и даже Петропавловск-Камчатский. Но, несмотря на большую удаленность от Юга России, претендентки на звание Мисс Роза Хутор достаточно уверенно чувствовали себя во время проведения интеллектуального конкурса, оставив позади себя даже сочинок. А вопросы были в основном касающиеся Олимпиады и горнолыжного курорта Роза Хутор. Борьба разгоралась нешуточная. Я привыкла побеждать, я в себе уверена, но здесь девушки все абсолютно красивые, все достойны победы. Поэтому у меня шансы высокие, но здесь они у каждой девушки. Уверенная в себе Светлана Кананчева как в воду глядела. Именно она и стала Мисс Роза Хутор 2016. Ну а гости выбрали свою красавицу-москвичку Дайю Крикун, Мисс зрительских симпатий Роза Хутор. Елена Всецна, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.